Друзья мои, мир вам! Очень прошу вас, чтобы мне было удобно и вам было удобно. Возьмите, пожалуйста, в руки вашей Библии. Мы обратим внимание сегодня на послание Ефесянам. Прежде чем мы его прочтем, мы два стиха из 2 Тимофея, 2 Послания Петра прочитаем. Наше общее рассуждение, о котором мы сегодня будем говорить утром и на вечернем служении, это о спасении, как можно быть уверенным в своем спасении. Немного коснемся сегодня первой мысли, что Писание говорит о спасении. Писание о сути спасения. Возникает один очень интересный вопрос, что как происходит? Что одна книга, одна книга, которая держит в руках все динаминации, сеет вроде бы вражду между людьми. Мы самые спасенные, мы морданью, доходят до оскорблений, до унижений, до разделений. Как это может быть? Книга, говорящая о едином Боге, о единой сути спасения. Как это происходит? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, мы находим в словах Петра. Вступительные стихи. 2 Петра, 3 глава, 15-16 стихи. Мы коротко обратим внимание, затем к посланию к Ефесянам, к 1 главе. Петр, заканчивая свое послание, пишет очень серьезные слова, говорит о сути спасения. Почему Господь еще скоро не пришел? Почему говорят, вот скоро-скоро-скоро придет, а Он еще не пришел? И вот продолжая эту мысль, он пишет. Долготерпение Господа, 2 Петра, 3, 15. И долготерпение Господа нашего, почитайте спасение, как и возлюбленный брат наш Павел под данной ему премудрости написал нам, как он пишет об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные в вере, неутвержденные превращают, как и прочие писания. Простите, слабо вижу уже. Очень важная, друзья, мысль. Очень важная мысль. Павел пишет о спасении во всех посланиях. Так мы прочитали. Интересно. Это единое его понимание. И мы к одному из посланий обратим свое внимание. Но что мы здесь видим? Вот это истина о спасении, которую Павел написал в своих посланиях, а язык Павла, он, простите, сложный. У него философский уклад ума. Ну вот так он говорит. И он написал об этом во всех посланиях. И Петр признается, говорит, в них есть что-то неудобо-вразумительное. Что это означает? Это не значит, что там непонятно что. Труднопонимаемое. Неудобо-вразумительное. Это труднопонимаемое. Почему? У него такой уклад ума. Он очень высоко мыслит. Он написал об этом. Истину о спасении. Что люди с этим делают? Во-первых, кто делает? Невежды. Знакомо слово невежды? Второе. И неутвержденный. Они это искажают. Слово понятно искажают. Превращают как и прочие писания. Друзья мои, причина не в священном писании. Библия никого не ссорит. Люди, не понимая писания, ссорятся между собой. Итак, очень важный вопрос. Вопрос спасения. Почему-то он стал садихристиан камнем преткновения, камнем ссор, разделений, возмущений, преданий анафеме и так далее. Если даст Бог жизни, мы немножко на вечернем служении коснемся. Это надо сделать. Дордского собора 1618-19 годы, 400 лет назад. Это печальнейшая история во взаимоотношениях между христианами, сторонниками Армения и сторонниками Кальвина. Печальнейшая история. Об этом невозможно не сказать. Это просто небольшую ремарку надо будет сделать. Итак, Библия прямо говорит о спасении. И прежде чем говорить об уверенности в спасении, хоть немножко надо задать вопрос, что вообще оно из себя представляет? Если у нас неудачное представление о спасении, неудивительно, что у нас может его и не быть, простите, или какие-то искаженные представления. Приглашаю вас к посланию к Ефесянам. Первая глава. Мы проанализируем стихи с 1 по 14, удели внимание стихам с 15 по 23, и надеемся, что мы, как в предисловие к вечернему служению, прочитаем первые 10 стихов 2 главы. Фундаментальнейшая истина о спасении. Прежде чем будем читать, обращая внимание на буквально слова с первом стихе, надо отметить, что слово «спасение» в Священном Писании встречается во многих ситуациях. И нам это нужно помнить. Спасение в жизнь вечную, спасение от искушений, спасение от врагов, спасение от трудностей. Не так ли, друзья? Поэтому, где мы встречаем в Библии слово «спасение», пожалуйста, не применяйте его всегда к спасению в жизнь вечную. Вы понимаете, это серьезный вопрос. Нет возможности проводить реальные примеры, чтобы действительно показать, что даже когда мы просто увидели слово «спасение», услышали звон, а не знаем, где он. Раз слово «спасение», значит, спасение к жизни вечной идет речь. Нет-нет, там о разных спасениях идет речь. Итак, прежде всего Павел пишет серьезнейшие слова послания к Ефесянам. Надо отметить, что это послание среди исследователей Библии отмечается как фундаментальное послание, представляющее суть спасения и суть церкви. Это единственная церковь, в которой Павел больше всего трудился, точнее, в городе Ефеся, он больше всего трудился по созданию этой церкви за три с лишним года. Согласитесь, что за три с лишним года Божий человек, посвященный Евангелию, очень много сумел вложить в людях, которые слышали эту Евангелие. Теперь будьте внимательны, мы обращаем внимание на буквально первый стих. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, призван находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Друзья мои, кому написано послание? К святым и к верным, которые где находятся? Во Христе Иисусе. Мои друзья, церковь вселенская состоит из поместных церквей. Писание ясно говорит, что каждая поместная церковь, первая, она Божья, 1 Коринфянная 1 глава, буквально 1 стихи. И каждая поместная церковь, она находится во Христе Иисусе, 1 Санукинца 1 стихи, 1 главы. Друзья, важная мысль. Каждая поместная церковь является частью Вселенской Церкви. И она, каждая поместная церковь, первая, Божья, во-вторых, она находится во Христе Иисусе. Кто находится во Христе Иисусе? Смотрите, святые и верные, здесь не идет речь об абсолютной святости, идет речь о том положении, которое люди получили. Павел пишет, мы освящены единократным принесением в жертву тела Иисуса Христа, помните? То есть, почему стали люди святыми? Потому что крови Христовой очищены. Почему они верные? Святой приводит к верному состоянию, во Христе они находятся. Дальше, обратите внимание, Павел продолжает очень интересные мысли и пишет о том, что он предопределил нас, это буквально там пятые стихи, предопределив усыновить через Иисуса Христа. Дальше он пишет, что избрал нас прежде создания мира. Он прямо об этом говорит. Нас никого не было еще, но верующих, кого? Кто святые и верные во Христе Иисусе. Он избрал прежде создание мира. Дальше поднимается фундаментальная истина, о которой много сегодня дискутируется. Что, во-первых, вера, потом принятие. Или человек сначала, Бог дал веру, поэтому он услышал Божье Слово. Или он услышал, поэтому он уверовал. Понимаете, серьезный вопрос. Сегодня в теологии об этом очень бурная дискуссия идет. Павел ясно говорит, обратите внимание на стих 13. «В нем и вы». Что дальше написано? «Услышавши». Что услышавши, друзья? Хорошего проповедника? Нет. «Услышав Слово Истины». Дальше что произошло? Смотрите, не слышали. Просто сюда залетело, отсюда вылетело. Услышали, обратили внимание дальше и уверовали. Итак, что, во-первых? Во-первых, слышанье, которое приводит к уверованию. И результаты этого запечатлены обетованным Святым Духом. Так написано, друзья. Итак, сначала человек услышал Слово Истины, Слово Божье. А в это Слово Господь силу заложил. Помните, да? Слово Божье. Какое оно по своей сути, по своей природе? Оно живо и действенно. Вы помните эти слова из послания к евреям. И вот смотрите, теперь мы обратим внимание, некоторую оценочку дадим серьезную стихам с 15 по 23. Еще раз, друзья, смотрите, к кому обращено это послание? К святым и к верным, которых Бог избрал от создания мира, которые услышали Божье Слово, уверовали и запечатлены обетованным Святым Духом. И Павел продолжает интересное размышление. Стих 15 мы аналитическую оценку дадим стихам с 15 по 23. Итак, вновь, кому идет обращение, помните, друзья, каким людям Павел пишет. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса». Друзья мои, еще раз. Вера во Христа – это не вера в то, что Христос мой Спаситель. Это больше. Это «I'm in trust Him». Это «я доверил себя Ему». Важный момент. Вера во Христа – это не признание только Христа своим Спасителям. «Я доверил свою жизнь Христу, потому что Он мой Спаситель». Понимаете разницу? Не признание факта, а на основании этого факта, что мой Спаситель, я себя Ему доверил. Итак, у них уже вера есть. Павел говорит, я услышал о вашей вере. Она уже есть. Дальше важный момент. Смотрите. «И о любви ко всем святым». Смотрите. Неразрывно связано то, что я доверил себя Христу с тем, как я отношусь к моим братьям и сестрам. Услышал я об этом, что вы свою жизнь Христу доверили, и вы любите ваших братьев и сестер. Вот что здесь, прежде чем пойдем дальше, на что надо обратить внимание? Верующие в Ефесе были спасены. Были спасены. Вот важная истина, которую нам нужно помнить. Они получили спасение, но суть спасения, глубину спасения они не знали. Я дерзну сказать, потому что мы дальше обратили внимание на некоторые стихи. Родился ребенок, рождаются дети в нашей семье, мальчик или девочка. Скажите, пожалуйста, когда ребенок родился, он человек? Вы уверены? Он человек. Но вы его спросите, ты человек? Ты мальчик, девочка? Что он вам ответит? Он вам что-то скажет на своем языке. Но ответа вы не получите. Займет время, прежде чем он возрастет и начнет понимать, когда его будут наставлять, кто он и для чего он. Верующие в Ефесе услышали слово истины, спасение получили, а теперь... Вот мы сейчас обратим внимание внимательно на эти стихи. Павел объясняет им, в чем суть этого спасения. Понимаете, друзья? Они являются спасенными. А теперь следующий урок. Понимание этого спасения. Итак, я услышал о вашей вере во Христа Иисуса, и я вижу, что вы любите, братьев и сестер. Дальше, смотрите, что мы читаем. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Я знаю, что вы верите. Я знаю, что вы любите. Но вот это, то, что я вижу, что у вас уже работает, это важно подчеркнуть. Поэтому я еще об одном хочу молиться. О чем? Обратите внимание, очень серьезные мысли. Я в молитвах моих вспоминаю, то есть обращаю внимание на то, чтобы Бог... Я сознательно делаю паузу. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, дальше... Он Бог, но кто Он относительно вас? Отец, и Он славы Отец, чтобы Он что-то сделал. С кем сделал, друзья? Со спасенными или не спасенными? Со спасенными, которые святые, верные, у которых вера есть, у которых любовь есть, которые услышали слово, приняли к себе, чтобы что с ними Господь еще сделал? Это так называемый second level, это следующий шаг, понимание того, что произошло. Вы дети Божьи, но теперь вам нужно понимать, что же действительно произошло. Итак, я молю, чтобы Бог, Господа, Отец славы, первое, дал вам Духа премудрости и откровения для чего? Что написано? К познанию Его. Они что, Его не знали? Они Его не знали? Знали. Идет речь о том, что вы больше этого познали. Итак, смотрите, друзья, людям, которые запечатлены обитованы Святым Духом после уверования. Павел молится. Я молюсь, чтобы Бог дал вам Духа премудрости, не семинарию, не YouTube, где хорошие проповедники, в которых мы влюбляемся. Я молюсь, чтобы Бог дал Духа премудрости, чтобы Он вам больше открыл, кто есть Господь, чтобы вы больше Его познали. Друзья, это не значит, что они Его не знали. Пожалуйста, не надо говорить, что они Его не знали. Павел понимает, они на этом уровне находятся. Но Павел видит больше. И он желает тех, кому он донес это слово истины, поднять их выше. Это важно для проповедников, простите, друзья, говорить не на уровне людей, а говорить немножко выше. Пусть немножко это сложновато, чтобы подтягивались мы. Вот Павел здесь подает добрый пример для нас. Итак, молюсь, чтобы Бог дал Духа премудрости и откровения к познанию Его. Это не все. Дальше. Это два предмета молитвы. Второй предмет молитвы, о чем он молится? Просветил очи сердца вашего. Друзья, не называйте ефесян слепыми. Они просто не видят того, что еще надо увидеть, поэтому надо показать. Вот о чем идет речь. Это научение. Не называйте ефесян слепыми. Это спасенные, это святые, это верные, это запечатленные Духом Божьим. Но они многого еще не видят, как не видели и мы в детстве, правда, друзья? Как не видят многое наши дети. У них есть глаза, но они не понимают. Здесь речь не идет об интеллекте, а о сердце, чтобы открыть очи сердца. Друзья мои, кто это делает? Мои друзья, кто это делает? Кто открывает глаза сердца? Кто? Мы часто ловимся в ловушку. Слушай, классная проповедь. Послушай, вообще озарение такое. Мне страшно от этих слов. Мне страшно от этих слов. Подождите, кто открывает глаза сердца? Кто? Ну что Писание говорит? Это Бог делает. Мы послушали человека, недавно дали один ролик послушать. Слушай, ну классно, послушай, что ты скажешь. Ну такой, ну все по Писанию, все по Писанию. Снизойдите, пожалуйста, маленькое отступление. Слушай, ну ребята, как это можно самовлюбленного эгоиста, который манипулирует Писанием, используя психологические методы воздействия, говорит людям, как это можно назвать основанным на Писании? Ну как? Я намеков никакого не даю. Этого проповедника многие сегодня слушают. Неужели вы вот это не видите? Он любит себя, ему нравится, когда на него обращают внимание. Итак, кто глаза сердца открывает? Это делает Господь. Что надо, чтобы мы увидели, друзья? Повторю, спасенные люди, верные, святые, чтобы что они еще увидели? Друзья, фундаментальная истина. Чтобы они три истины увидели, надо полагать, что которых они до этого еще не видели. Что, чтобы они увидели? Первое, смотрите, что Павел пишет, в чем состоит, чтобы просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, что первое, вы духа получили, без духа глаза сердца не откроются, и вы не познаете. Такая связь здесь, что надо познать? Уже спасенным людям. Первое. В чем состоит надежда призвания? Нет возможности подробно об этом говорить. Что значит Господь вас призвал? Это первое, что надо, чтобы открылось, чтобы вы видели. Второе, очень важное, и какое богатство славного наследия его для святых. Друзья, первое, что с вами Господь сделал? Второе, что Он вам приготовил? Слышите, друзья, какое славное наследие его? И третье, друзья, вдумайтесь, это сила, это то, что нас касается, уверенность в спасении. Смотрите, третье, что необходимо увидеть, о чем Павел молится. Очень важно, друзья, и как безмерно величие, могущество его в нас. Вот это надо увидеть. Безмерно, то есть трудно понять вот то, какую силу Бог проявляет, в ком. Друзья, в ком Он проявляет? Что дальше мы читаем? Верующих. Почему я верю, друзья? Павел прямо говорит, по действию державной силы его. Братья и сестры, друзья, почему человек верит? Почему человек верит? Что здесь написано? Верующих по действию могущественной силы Господней. И дальше Павел описывает, как эта сила проявляется, что он вообще из себя представляет. Смотрите, что дальше мы читаем. Вот этой силой он действует своей силой в вас. Дальше. Которую, вот этой силой, которую он действует в вас. Что он сделал? Чтобы мы реально понимали. Вот этой силой он воздействовал во Христе. И здесь я читаю о его сменном состоянии, когда Христос умер за грехи наши. Когда все наши грехи, не только наши, всего мира легли на Христа. Друзья, нам трудно разум отказываться это понять. Христос умер, потому что грехи были всего мира на нем. Трудно себе представить, какую силу надо иметь, чтобы того, кто взял грехи всего мира, воскресить его. Но вдумайтесь, друзья, вот этой силой, которую Бог действует в нас, через верующих, потому что эта сила в нас проявляется. Вот этой силой он воскресил Христа из мертвых. Что дальше он сделал, друзья? Вот этой же силой он сына своего, где поместил? Поместил, что мы читаем. Я одесную себя на небесах, то есть поместил рядом с собой, где превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем. И все не покорит. Что написано? Покорил. И все покорил под ноги его и поставил его, кого, кого он из мертвых воскресил, выше всего главою церкви, которой есть тело его, полнота, наполняющаяся во всем. Верующие люди, где церковь находится? Христос поставлен выше всего. Кем? Отцом. И он же глава церкви. Где Христос находится, друзья? Рядом с Отцом. По правую сторону. Где церковь находится? Где она находится? Это тело его. Вдумайтесь, друзья. Это глубина. Это глубина, которая заставляет нас трепетать. Она отрывает нас от последневных забот, от болезней наших, извините, понимания того, что сделал для нас Господь. Мы дальше просмотрим уже в вечернем служении очень важную истину о том, что происходит, как Бог производит эту работу, какой материал Он берет, что Он с ними делает и что с ними происходит. Когда вот эта картина представляется в Писании для нас, решаются все вопросы, уверены мы или не уверены в спасении. Понимаете, друзья? Спасение – это не то, что Бог нам дал. Спасение – это то, что Бог с нами сделал. Понимаете разницу, друзья? Это не предмет, который Господь нам дал. Смотри, не потеряй. Бог спас нас. Спасение – это не то, что Бог дал нам, а это то, что Он сделал с нами. Если Он уже спас, так веди себя, как спаси. Друзья, некоторый анализ мы провели вот этого стиха, этих стихов, небольшой итог, помолимся с вами. Вот эта истина, которую мы прочитали с комментариями с 15 по 23 стихи 1 главы Ефесяна, она была Павлу известна, но верующим еще не было известно. Он поднимает их на эту уровню, он понимает, что, дерзну сказать, что его ума, ума Павла здесь не хватает. Он говорит, я молюсь, чтобы это сделал Господь, чтобы он показал вам то, что я имею. Почему я имею? Потому что это мне Господь открыл. И я знаю, поскольку я знаю, от кого это происходит, поэтому я молюсь, чтобы Бог эту же работу у вас произвел. Евангелие донесено, они получили спасение. А теперь понимание сути спасения, вот это доносит, потому что Дух Святой для этого нужен. Дух премудрости и откровения для этого нужен, чтобы Господь очи сердца нашего открыл. Эта истина была известна Павлу. Павел молится Богу, чтобы он уже дал уже наученным верующим духа премудрости к познанию его и молится, что Бог открыл глаза и их сердце, чтобы они увидели суть своего призвания. Что Бог им приготовил и как он действует в них. И вот в этом, друзья, о чем мы немножко с вами посмотрели и кроется, прямой ответ на то, насколько я могу быть уверен в спасении. Представив эту удивительную картину, Павел обращает наше внимание на то, кого дальше, как Бог призвал и как это спасение работает. Об этом будем с вами говорить уже в вечернем служении, рассматривая первые десять сихов второй главы. Итак, друзья, спасение люди получают, но необходимо, чтобы понимание этого спасения было у нас в возрастании, чтобы мы не занимались спором, кто из нас спасеннее других. Обратите внимание, это детский сад, это детские ясли, извините. Если Господь спас, веди себя, как спасенный. Если ты понимаешь, кто тебя спас, как он тебя спас, у тебя никогда желание не появится над кем-то превозноситься. Ты будешь вести себя, как спасенный. И об этих вопросах будем говорить в вечернем собрании. Поэтому, друзья, великому Богу, Бог богатый милостью, перед этим Богом, Который во Христе Иисусе подарил спасение, дал спасение, спас нас. Мы сейчас преклонимся в молитвах. Аминь. Помолимся.